Принято считать, что император Константин сделал христианство в господствующей религии Рима. Как православными, так и католиками он почитается как святой в лике равноапостольных. Константин известен тем, что победил Максенция у мульвийского моста на Тибре, и в соответствии с версией Евсевия Кесарийского, перед битвой Константин увидел на небе крестообразные трофеи света и услышал голос, говорящий «Сим, победишь!». Поэтому он приказал изготовить боевой штандарт Лобару. Но у нас есть и слегка противоречивый отчет, написанный советником Константина Лактанцием, который говорит лишь о сновидении Константина и идее нарисовать на счетах воинов греческие буквы «Хи» и «Ро», одно из самых распространенных христианских монограмм для слова «Христос». Поэтому принято считать, что некий бог помог Константину одержать победу. Согласно Евсевию, именно Лобарум привел Константина к победе в сражении у моста и обратил его к новой вере. Но так ли это было на самом деле, или это просто легенда? Ведь Константин, как и все предыдущие императоры, был язычником. Так действительно ли его можно считать святым и ставить на один уровень с апостолами? Ведь после победы Константин воздвиг триумфальную арку в честь победы, где изображено, как он совершает языческое жертвоприношение. Да, на арке написано «Константин выиграл по вдохновению божественности». И это вроде подтверждает слова Евсевия и Лактанция, что Константин имел некое видение перед битвой. Но согласитесь, что фраза «по вдохновению божественности» очень расплывчата. О каком именно божестве мы говорим? Ведь вполне вероятно, что это не был христианский бог, а римский бог солнца, называемый «Непобедимое солнце». Кстати, в честь которого римляне проводили фестиваль солнца 25 декабря, в день зимнего солнцестояния, что позже стало днем Рождества Христова. Известно, что Константин был поклонником бога солнца. И в 310 году, за два года до битвы с Максенцием, он остановился в храме Аполлона со всей своей армией и заявил, что Аполлон явился к нему и пообещал, что Константин проживет долгую жизнь и будет править всем миром. И большинство историков сходятся на том, что отчет об этом подлинный. Римляне часто ассоциировали Аполлона с солнцем, и именно с богом «Непобедимое солнце». Поэтому мы можем полагать, что Константин под Аполлоном мог иметь в виду именно этого бога солнца. И у нас есть подтверждение, ведь на многих монетах Константин изображал «Непобедимое солнце» с надписью «коммити», что значит «помощник», «компаньон». И тот же самый текст о речи Константина в 310 году указывает, что он видел себя в образе Аполлона, то есть что они разделяли физиологические свойства. И неудивительно, что на монетах Константин изображался словно близнец «Непобедимого солнца» наравне с богом. Позже в новой столице Константинополя он установил статую этому богу. То есть в этот период император был генатеистом, что значит ты признаешь существование других богов, но поклоняешься одному богу как самому главному. И это уже можно считать обращением из религии политеизма в генатеизм. Считается, что его мама стала посвященной христианкой, но тот же Евсевий указывает, что это сам Константин обратил ее в христианство. В общем, тут много неясного, и все же нам надо смотреть на его видение перед битвой в контексте его прошлого. То есть у нас есть источник 310 года, где Аполлон или «Непобедимое солнце» посещала Константина, и у нас есть два противоречащих источника, где говорится, что у него было христианское видение в 312 году. Лактанцы в 315 году пишут, что у Константина было сновидение, и после этого тот приказал начертить монограмму хризма на счетах. У Евсевия же сказано, что вся армия видела это невероятное зрелище в небесах, но он ничего не говорит о начертании неких символов на счетах. Проблема в том, что Евсевий написал свой труд уже через 30 лет. Авторитет ему добавляет лишь то, что он заявляет, что Константин напрямую рассказал ему об этом. Поэтому историки в итоге связали эти 4 события в 2 основные теории. Теория 1 видения и Теория 2 видений. Теория 1 видения говорит, что 3 источника описывает одно и то же событие с разных точек зрения. То есть у Константина было лишь видение Аполлона в 310 году. Позже Лактанцы ошибочно относят его к 312 году. А Евсевий говорит, как Константин под конец жизни стал приписывать свое видение уже к христианскому Иисусу и к победе 312 года. Историк Питер Уэйс сторонник Теории 1 видения. Он утверждает, что в 310 году Константин стал свидетелем атмосферного явления Гала, вызванного ледяными кристаллами в перистых облаках. Иногда Гала даже может сформировать крестоподобное изображение на небе, как на картинке. И в те годы Константин, конечно же, связывал это видение с римским богом Солнца. А лишь позже, обратившись в христианство, он стал приписывать это Иисусу. Другая версия двух видений поддерживается историком Бартом Эрманом. В 310 году было видение с богом Солнца, что вынудило императора стать его поклонником. Но на протяжении двух лет Константин узнал многое о христианстве, например, от своих христианских советников, как лактанцы. И, возможно, в 312 году у него было видение, которое помогло ему решить, что христианский бог и был тем самым непобедимым Солнцем. Важно помнить, что Константин многократно ссылался на тысячи разных необычных сновидений. Для него это было нормой. Поэтому вполне вероятно, что он действительно обратился в христианство после битвы с Максенцием, потому что практически сразу после этого он стал очень благосклонным к христианам. Их не преследовали, церкви не отнимали, а даже вернули те, что были ранее отняты при императоре Диоклетиане. Уже в 315 он спонсировал построение многих христианских церквей. Это было связано с Миланским эдиктом 313 года, легализовавшим христианство в империи. В 314 году Константин написал письмо христианским епископам, называя их «дорогие братья» и представляясь последователем такого же всемогущего бога, как и они. Затем он воздвиг себе статую, где он держит лобарум с надписью «С этим символом я спас и освободил ваш город». Он также в 315 году начал чканить монеты с символом хризмы на них. Император все больше вовлекался в церковную политику и дебаты, и даже спонсировал Никейский собор в 325 году, на котором решался вопрос природы Иисуса Христа. Был ли тот создан богом или сам был вечно существовавшим богом? Хотя, как отмечают некоторые историки, возможно, для него это было больше из политических соображений, чтобы обеспечить мир в империи. Как об этом говорит Кэрон Армстрон, христианам он мог доверять. Константин знал, что они не коррумпированы и честно будут исполнять свой долг перед Отечеством. И любому управленцу это на руку. Ему просто было важно, чтобы епископы договорились между собой. Ведь в итоге, когда большинство епископов осудили арианскую версию природы Христа, Константин приказал сжечь все труды Ария. Так, со временем церковь из Угнетенной стала мощным государственным аппаратом. Но не нужно думать, что Константин стал христианином в одночасье. У него, так же, как и у Феодосия, довольно сомнительная и противоречивая биография. Скорее всего, он даже до конца не осознавал, что означало быть христианином. Вероятно, он ассоциировал бога-христиан с версией синкретизма с богом солнца. Он даже описывал его, говоря, что у бога самые блестящие лучи. В другом источнике от 325 года он пишет «Наш великий бог, спаситель всех, распростер свет всем подобным». Более того, непобедимое солнце продолжало чканиться еще многие годы на монетах. Городской губернатор в 320 году посвятил Константину статую с богом солнца и надписью «Константину всевидящему солнцу». И таких намеков, что Константин поклонялся богу солнца, масса. Плюс можно напомнить, что Джон Доминик Красан, один из самых авторитетных исследователей Нового Завета, указывает на то, что Иисусу Христу и римскому императору приписывались такие же регалии. Красан говорит, «Еще до того, как Иисус родился, на земле уже жил человек, которого называли Божественный, Сын Божий, Бог во плоти, Бог от Бога, Господь, Искупитель, Освободитель, Спаситель мира». Но это все были титулы Октавиана Августа. Даже имя Август значит «тот, кому надо поклоняться». И лишь позже Павел приписал все эти титулы от основателя Римской империи к простолюдину из Галилеи на затворках этой империи. То есть это было нормой видеть в императоре воплощение Бога или Сына Божьего. Бог – Отец на небесах и Бог – Сын на земле. Ведь у греков и римлян было много богов, и у тех были дети. С одной стороны, у Константина были проблемы с политеистами, но в то же время он устанавливал статую языческим богам в своей новой столице Константинополе. Важно помнить, что он был политиком и правителем языческой империи. Ведь даже в 330-х годах он позволил итальянскому городу построить языческий храм в его честь. То есть он вел себя не как святой, а как прагматичный политик тех времен. Он казнил своего десятилетнего племянника, он казнил своего собственного сына и свою жену, он жестоко истреблял своих врагов. Поэтому многие религиозные решения он, вероятно, принимал из политических соображений, будь то построение языческого храма или спонсирование Никейского собора. Царь Кир тоже освободил иудеев из плена, но это не значит, что он стал иудеем. Ведь некоторые историки считают, что Константин принял христианство лишь незадолго до смерти. В общем, нам сложно сказать, какие мотивы двигали Константином и во что он верил. Но он, безусловно, сыграл ключевую роль в распространении христианства и в том, как мир из политоистического и более вольнодумного стал больше однообразным и претендующим на существование одной абсолютной истины.